МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, мои дорогие любители музыки! Эх, какие погоды нынче стоят чудесные! Так хочется выбраться из душных комнат на природу, на свежий воздух, а еще послушать бы красивую музыку под голубым небом среди уютных аллей и парковых беседок. Ну, Виолетта Модестовна размечталась, скажете вы. А что? Мечты в нашей передаче сбываются, притом почти мгновенно. К нам пришло вот такое интересное письмо. Мы с родителями ездили в усадьбу Архангельская. Там очень красиво. Дворец, река, старинные скульптуры. И мне стало интересно, какая музыка здесь раньше звучала. И еще вопрос, что такое роговые оркестры. Наталья Ухтомская, город Воскресенск. Дорогая Наташа, к счастью, музыка в русских усадьбах продолжает звучать и в наше время. И мы сегодня обязательно ее услышим. Но начать мне хочется с твоего второго вопроса про роговые оркестры. Оркестры эти интереснейшие и к тому же исключительно русское явление. Появились они где-то в середине 18 века, в эпоху крепостного права. В то время в среде богатых дворян, Нарышкиных, Голицыных, было принято держать в усадьбе свой собственный роговой оркестр. Такой оркестр состоял из крепостных музыкантов. Каждый из них держал в руках один медный рог и дул в него в нужный момент. Из сочетания этих тонов складывались красивые аккорды и созвучия. Рожки были самых разных размеров, от миниатюрных до весьма внушительных. Таким образом, рожечники составляли один живой музыкальный инструмент наподобие большого органа с диапазоном как минимум три октавы. Эффект от исполнения был ошеломляющим. Ну вот представьте себе, теплый летний вечер. Нарядные кавалеры и барышни неспешно скользят в лодочках по озерной глади. И вдруг с берега раздаются необычные громкие звуки рогового оркестра, который исполняет какой-нибудь известный вальс. Конечно же, гостей это безумно восхищало. Но представьте, каково было музыканту такого оркестра свистеть в один и тот же рожок одну неизменную ноту. Да еще до этого надо было подолгу репетировать и на самом выступлении быть предельно внимательным, чтобы всегда точно вступать в нужный момент. Расскажу один забавный случай. Он связан с тем, что у каждого музыканта была своя подопечная нота. Как-то однажды двое музыкантов из такого диковинного оркестра что-то натворили и попали в полицию. На вопрос стража порядка «Кто они такие?» один отвечал на французский манер. «Я нарышкинский ми», а другой «Я нарышкинский фа-су». Вы удивитесь, но в наше время традиции рогового оркестра возродились. Теперь в Санкт-Петербурге существует современный роговой оркестр, который активно и, надо сказать, с большим успехом гастролирует не только по России, но и по всему миру. Быть может, Наташа и тебе посчастливится попасть на концерт этого замечательного коллектива, так что следи за афишами. Все же роговая музыка – это экзотика, диковинка. И, конечно, далеко не только она звучала в старинных русских усадьбах. Для того, чтобы понять и прочувствовать музыкальную атмосферу русской усадьбы, мы с вами отправляемся по следам нашей телезрительницы Натальи – подмосковная Архангельская. Слушайтесь в оркестровую музыку конца XVIII столетия. В ней есть всё – тихий уют и неспешность старой усадебной жизни, прогулки по тенистым аллеям, благоухание сиреней и акации, встроенная гармония архитектуры дворцов и флигелей, освежающие всплески фонтанов. Струнные и духовые оркестры, оперная и балетная музыка, всевозможные камерные ансамбли, клавесин, а позже и фортепиано, народные песни и романсы. Всё это можно было услышать в старые добрые времена в дворянских усадьбах. Как я уже говорила, многие помещики имели свои собственные оркестры. Музыканты играли на торжествах, встречали мелодиями гостей, создавали праздничную атмосферу. Были среди вельмож особо тонкие ценители искусства. К разряду таких людей относится граф Николай Петрович Шереметьев. Унаследовав от своего отца усадьбу Останкино, он устремил свои силы на создание лучшего в ту пору театра. Артисты театра были из крепостных. Шереметьев не жалел средств на обучение труппы. Преподаватели из Франции, Италии и Германии учили артистам балетному искусству, пению и игре на различных музыкальных инструментах. В театре ставились лучшие в ту пору европейские и русские оперы, балеты. А меломаны наслаждались прекрасным исполнением оркестровой и камерной музыки. Ну а здесь, в Архангельском, есть свои традиции, которые уходят корнями в далекое прошлое. Рассвет музыкальной и культурной жизни пришелся на то время, когда хозяином усадьбы стал князь Николай Борисович Юсупов. Юсупов превратил Архангельское в образцовый дворцово-парковый ансамбль. Роскошный дворец, античные скульптуры, балюстрады и фонтаны. Но этим не ограничивалась красота усадьбы. Юсупов был также большим знатоком и любителем искусства. Он приобретал за границей книги, картины, гравюры, скульптуры прославленных мастеров и привозил их сюда. Все это сделало усадьбу Архангельское одним из главных культурных центров России той эпохи. У князя Юсупова был собственный театр. А еще у Николая Борисовича во дворце была особая комната – салон, где звучала камерная музыка. КОНЕЦ Эту арию написал замечательный композитор XVIII века Иван Евстафьевич Хандошкин, основоположник русской скрипичной школы. Только вы не подумайте, друзья мои, что музыкальный облик Архангельского ограничивается лишь музыкой XVIII века. В летнее время здесь проходят интереснейшие музыкальные фестивали. На них можно услышать музыку самых разных эпох и направлений. Приезжайте сюда, и вы окунетесь в яркий мир живой музыки. Ну вот, например, такой. Знакомьтесь, лауреат международных конкурсов, пианист Иван Ипатов. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Виолетта Модестовна. Каковы ваши ощущения от игры в старинной усадьбе? Впервые я оказался в усадьбе за несколько дней до своей первой репетиции. Я хотел погулять, понять, где мне предстоит выступать, насладиться красотой дворцов и парков, а также подумать о тех людях, которые находились здесь когда-то давно. И тогда я подумал, а какую бы музыку я смог бы исполнить для той публики 18-19 веков? Конечно, произведение должно быть интересно и современному зрителю. Решение пришло само собой. Я выбрал вальс до диез минор Фредерика Шопена. А вот уже сев за рояль, я вдруг понял, что даже архитектура буквально задает темп и ритм моему исполнению. Как бы задает характер. Мне даже вспомнилась фраза, архитектура – это застывшая музыка. В таком случае мы, музыканты, это те, кто оживляет застывшую музыку, заставляет ее звучать, заставляет зрителя сопереживать тому прекрасному, что написал композитор. Поэтому ощущения у меня самые яркие, самые наилучшие. А вы предпочитаете играть в соло или в ансамбле? Все-таки я предпочитаю исполнять музыку в ансамбле с другими музыкантами. Потому что ансамбль – это всегда взаимодействие с людьми. Это всегда игра, где участники этой игры буквально зажигаются друг от друга, создавая общую атмосферу, создавая общую эмоцию, которую мы потом передаем в зрительный зал. А давайте с вами как раз что-нибудь сыграем из старинной музыки. С удовольствием! 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 Надеюсь, после просмотра этой передачи у вас возникнет непреодолимое желание побывать в этой или других старинных усадьбах и услышать прекрасную музыку. А наша передача заканчивается. Ребята, присылайте свои вопросы. Они вдохновят нас на создание новых передач. Пишите по адресу 109-147 Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 7, телеканал «Радость моя». Электронные письма оставляйте на сайте радостьмоя.ру Я прощаюсь с вами до следующей передачи. Желаю вам доброго здравия и творческого вдохновения. Ваша Лиолетта Модестовна. Субтитры создавал DimaTorzok